МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Самарскую землю поистине можно считать уникальной. Сколько здесь народов и верований, и национальных культур за тысячелетия оставивших свой след в исторических сузбах. Безусловно, главная ценность Самарской земли – это живущие на ней люди. Своим духовным и материальным богатством Самара обязана им". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарская областная общественная организация Осетинский национально-культурный центр Алания пригласила нас в гости. И сегодня в программе «Самара многонациональная» расскажем об осетинах, об этом удивительном народе, который проживает в нашем регионе. Через века осетины бережно пронесли свое яркое самобытное национальное искусство. Национально-культурный центр Алания пригласил всех, кому интересна и дорогая осетинская культура, на ежегодный праздник в честь Дня осетинского народа и литературы. Он отмечается в Самаре уже около 20 лет. «Для нас, проживающие в Осетии, проживающие в городе Самара и в области, огромнейшая ответственность, чтобы наши поколения, наши дети, внуки, правнуки, дети все не забывали, откуда они, свои корни, язык, культуру, обичай. Поэтому и есть осетинская письменность, отмечается ежегодно». Сохранение национального богатства, передача опыта народных традиций, включая языковые, подрастающему поколению, является приоритетными задачами праздника Дня осетинского языка и литературы. И, конечно, ни один осетинский праздник не обходится без национальных танцев. Ребята показали лучшие номера, которые подготовили под руководством Владимира Арсеновича Арсоева, заслуженного работника культуры Российской Федерации. «Ребенок восхищен. На самом деле, каждый раз мы едем, у него улыбка на лице. «Мама, когда же осетинские танцы? Когда же лесгинка?» И вот, в общем, с удовольствием ребенок на самом деле ходит. И очень надеюсь, что все будет продолжаться, и выйдем на большую сцену. Ежегодно этот день объединяет осетинские танцы. Один разных поколений, и старейшин, и совсем юных, только осваивающих азы родного языка. Для них этот праздник – еще один повод насладиться звучанием и произношением родной речи, продемонстрировать и детям, и взрослым красоту, богатство и уникальность родного языка. И именно в это время формируется гармония между людьми всех социальных групп, профессий, возрастов, национальностей. Дети и подростки впитывают национальную культуру, ее красоту. Взрослые люди вспоминают свое детство и юность, родителей, стариков. Их песни, традиции, обычаи – дух нации. Этот день для нас очень важный, потому что, когда язык исчезнет, исчезает народ. И мы никогда этого не допустим, и всегда будем проводить эти праздники, и учиться родному языку, где бы мы ни проживали, потому что знать свой родной язык – это на первом месте должно быть. Знать много языков – это очень хорошо, но в первую очередь нужно знать свой родной язык. В этом году праздник приурочен и еще к одной знаменательной дате – 170-летию Самарской губернии и 76-й годовщине Победы. История нашей области богата яркими событиями и выдающимися достижениями, в том числе главных ценностей Волжского края – традицией единения разных народов, веками живущими на этой земле в мире и дружбе. В этом году исполняется 20 лет Самарской областной общественной организации Осетинский национально-культурный центр «Алания». Я от всей души поздравляю всех осетин с этим замечательным праздником. И даже не осетин, а получается как межнациональный праздник. Счастье, здоровье им и дай Бог, чтобы сто лет вместе с вами тоже отмечали вот этот замечательный праздник. Это действительно необходимо для людей. Организация была зарегистрирована с целью возрождения и сохранения традиций осетин, проживающих на территории Самарской области, а также воспитания патриотизма, уважения к национальным традициям. Накануне филармонии чествовали юбиляров. Конечно, это очень важная дата и большой юбилей. 20 лет – это уже достаточно долго, чтобы доказать, что центр и его творческие коллективы нужны и городу, и области. А с другой стороны, это очень ранний возраст для коллектива, и я уверена, что у них еще все впереди. Это дата значимая и волнительная. С одной стороны, это время подведения итогов, определения новых целей и перспектив. С другой – радость от достижений, осознание значимости и востребованности собственной деятельности. За прошедшие годы центр проделал огромную работу и завоевал заслуженный авторитет среди представителей разных народов, населяющих наш самарский регион. Я хочу сказать про осетин, которые проживают на территории Самарской области. Их по количеству не так много, наверное, как других национальностей. Их мало. Но они в Самарскую область вкладывают, очень большой вклад делают. Тем, что строится сейчас парк «Дружба народа» в Самарской области, где построено уже 25 домов разных национальностей. Этногородок, как мы по-другому называем. Есть улица Осетинская. Поэтому я хочу сказать, осетины для меня мужественные. Для меня осетины – очень большие друзья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Министр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов специально приехал в Самару, чтобы принять участие в праздновании 20-летия Осетинского национально-культурного центра Алания. Он зачитал приветственный адрес и пожелал выходцам из Осетии, проживающим в Самаре, долголетия, процветания и благополучия. Он был рад пообщаться с земляками, многие из которых добились высоких результатов в различных сферах деятельности. Эльбрус Кубалов подчеркнул, что подобные мероприятия очень важны для поддержания духа единения с Малой Родиной. За это время они достойно себя показали, проводят много различных мероприятий с руководством Самарской. Управление культуры. Я думаю, что это все и в дальнейшем продолжится. Ежегодный центр проводит встречи, посвященные таким осетинским национальным праздникам, как День Святого Георгия, День Святого Хитага, День Осетинского языка и литературы. Осетинский национально-культурный центр Алания принимает активное участие во многих праздниках, направленных на укрепление дружбы, народов и единства. Каждый народ, проживающий в Самарской области, уникален по-своему. Осетинский национально-культурный центр Алания, который сегодня празднует свое 20-летие, уникален по-своему. Символичное название мероприятия – «Дружба не имеет границ». И здесь хочется вспомнить строки замечательного осетинского поэта Коста Ливановича Хитагурова. «Весь мир – мой храм, любовь – моя святыня, вселенная – отечество мое». Сегодняшний праздник также распространяет свое влияние на все национальности. Дружба действительно не имеет границ, действительно не имеет границ культура, культура каждого народа. Дружба действительно не имеет границ культура, культура каждого народа. За 20 лет Осетинский национально-культурный центр Алания прошел большой путь, объединив и сплотив вокруг себя не только осетин, живущих в Самарской области, но и людей других национальностей. Представители практически всех национально-культурных организаций Самарской области здесь присутствуют. И сегодня мы показываем, что мы едины, мы интересны друг другу. Кроме этого, я хочу сказать, что тот вклад, который организация Алания внесла в популяризацию культуры осетинского народа, его, наверное, трудно переоценить. Субтитры создавал DimaTorzok Народ, который сохраняет свои традиции и передает их из поколения в поколение. Ну, а мы всегда и армянский народ, и эстинский народ всегда были друзьями. Как здорово, что в Самаре ведется огромная работа по сохранению мира, дружбы, сохранению культуры и языков народов, проживающих на Самарской земле. Очень большое внимание и губернатор, и глава города, и общественные объединения уделяют именно сохранению дружбы, единению народов, которые живут не только, наверное, в Самарской области, но и в России. Субтитры создавал DimaTorzok Украшением любого межнационального праздника в Самарской области является Народный хореографический ансамбль «Амонт». Ансамбль «Амонт» – настоящая гордость осетинского национально-культурного центра «Алания». «Амонт» в переводе с истинского означает «счастье», и стоит сказать, что название себя полностью оправдывает. «Амонт» 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 Представители осетинского народа работают во многих сферах жизни Самары и вносят во сильный вклад в развитие и процветание нашего города. Национально-культурный центр «Алания» продолжает и дальше свою работу с целью сохранения мира, дружбы, стабильности межнационального и межконфессионального согласия. Субтитры создавал DimaTorzok